Сургутский музыкально-драматический театр готовит премьеру спектакля «Границы памяти» по пьесе Леонида Зорина «Варшавская мелодия». Это спектакль о сложной трагической любви польской девушки Гели и русского парня Виктора. Первое знакомство молодых людей случается в 1947 году. Парень влюбляется в иностранную студентку, но препятствием их любви становится вышедший закон, который запрещает браки с иностранцами. Спустя 10 лет влюбленные снова встретятся. Чем закончится история этой интернациональной любви, можно будет узнать на онлайн-показе. На репетиции спектакля побывали мои коллеги. Любят красоток. Ты невозможен, Витя. Она прекрасна. Уж очень несовременно. Лед. Ну, мы тоже будем несовременны. Когда это будет? Скорее, чем ты думаешь. История интернациональной и трагической любви длиною в человеческую жизнь. В центре спектакля молодой человек Виктор и прекрасная юная полячка-студентка Геля. Случайная встреча этих двоих в консерватории переросла в сумасшедшую любовь, которая стала запретной по политическим причинам. Актриса сургутского театра Кристина Кожина поделилась, что вжиться в роль Гели было непросто. Мне немножко было сложно работать с текстом, заучивать его. Как вы уже увидели, там акцент. И у них ударение падает на предпоследний слог. И весь текст мне пришлось править. Героиня сильная, с сильным характером. Я не буду рассказывать, почему. Надо прийти на спектакль посмотреть. Но если с первого взгляда кажется, что такая легкомысленная, веселая, заводная, нет. У нее есть свой характер, стержень. На сцене разворачивается настоящая драма. Любовь и встречи, горечь и боль потерь. На протяжении всей истории пара то расстается, то встречается вновь. И так каждые 10 лет. Драму подкрепляют пластические этюды, а балерины с подвижными декорациями становятся своего рода машиной времени. Для актрис, для девочек, которые работают именно с пластическими кусочками, скажем так, для них необычно то, что им приходится очень много работать с декорациями конкретно. То есть они не просто вышли, станцевали. У них их действие завязано на том, что они должны выстроить эту сцену декорациями. То есть их существование на сцене, скажем так, без декораций быть не может практически. Так что вот в этом, думаю, что самая большая отличительная черта этого спектакля от других. Спектакль «Границы памяти» поставили по пьесе советского драматурга Леонида Зорина «Варшавская мелодия». Когда-то автор пьесы отразил свою реальную историю любви к иностранной студентке. Тамара Лычкатая представила новое прочтение этой уже классической истории. Идея памяти, воспоминаний, их важности в человеческой жизни, она действительно в этом спектакле заиграла с этим материалом абсолютно по-новому. И отсюда и возникла вот эта вот идея, как сюда добавилась пластика, вошла взаимоотношения, любовь двух людей. И как буквально за секунду почему-то решению наша жизнь рушится. И, собственно, любовь практически ничего с этим не может сделать. Вот. И мне кажется, с этой точки зрения, это очень актуальное произведение на все времена абсолютно. Однако пока, что называется вживую, спектакль посетить нельзя из-за действующих ограничительных мер. А вот не выходя из дома, границы памяти посмотреть можно. Премьера онлайн-показа состоится уже 1 января в 7 часов вечера. Ольга Придоха, Елена Каткова, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра», Сургут.